Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне и продолжим тему Наде и её помороженности. Вы знаете, очень мне понравилось, как Надюха в очередной раз заявила, что подожди, сейчас у меня ножка заживёт и я буду бегать, как девочка стану, конкретно очень поворотливая, расторопной и так далее. Но Севка и здесь Надюху обломал конкретно и рассказал, что для того, чтобы она таковой стала, ей ещё нужно просить у людей денег. И только после того, если в этот раз опять-таки люди поведутся и закроют этот сбор, она действительно может стать поворотливой и проворной. При этом, ребята, Севке искренне очень весело. Он рыгочит, он довольный, хохочет, что Надюху загнал, так сказать, в тупик и поставил в неловкое положение. Дал понять, что ху из ты сама. Ты полное ничто, полный ноль, если мои зрители не жалобятся над тобой второй раз и не дадут этих самых бабок. Но Надя почему-то не весела, почему-то не бодра. И как-то так вот, знаете, обречённо высказывается, что представляют, что без помощи зрителей не будет. Она шустренькой, живёхонькой и проворной. Вот это удар под их. И, кстати, ребята, весь этот ролик Севка её гнобил. Он ставил её раз за разом на место и давал ей понять, что ты ничто. Если люди не закроют сбор, если люди не дадут, то ни хрена у тебя не будет. И он прям упивался, уповался собственной значимости, знаете, каким-то вот величием и превосходством над этой самой Надюхой. Видно было, что он прям самоутверждается благодаря тому, что опустил её в очередной раз ниже Плинтуса. Ну и дальше Надя в очередной раз. Господи, как мне ещё благодарить людей? Я не знаю, что ещё мне им сказать, чтобы доказать. Я и всех по отдельности поблагодарила, и всех вместе поблагодарила. А мне не верят. Надюха, как минимум, надо, наверное, искренне благодарить, чтобы тебе верили. И тогда не будет к тебе никаких вопросов. Вот смотришь на Зинину благодарность и видишь, что человек благодарит за это искренне, да, то, что ей дали зрители, помогли другие люди. А глядя на Надю, понимаешь, что ей когда... Ей это конкретно как северному оленю. Она при этом не испытывает никакой неловкости, никакой искренности. Ну вот так вот, да, вам сказали, типа, спасибо и до свидания. Хорес вас этого. Я не забуду, наверное, ещё очень долго, как она отблагодарила женщину, которая прислала ей 100 долларов. И, ребята, согласитесь, это не 100 гривен, это на сегодняшний момент 4 тысячи гривен. Это, по факту, Надя на пенсии вместе с субсидией, как она ранее озвучила. Так вот, она даже не удосужилась запомнить имя человека, который ей эти деньги прислал. И, кстати, если бы Севка не начал благодарить эту женщину за перевод, то и Надя не шибко-то распылялась. И, действительно, ну почему же после этого есть категория, да, зрителей, часть зрителей, которые Наде напрочь не верят. Ну и дальше перешли к тому, что, ребята, Надюха всё-таки нам с барского плеча разрешила писать комментарии. Пишите, что хотите. И плохое, и хорошее пишите. Да, Надюха? Я так и просекла фишку, что после твоего разрешения и позволения зрители, конечно, тебя услышали, прислушались и начали писать. И хорошее, и плохое. Надя, кто ты есть такая на самом деле, чтобы тебя люди слушали? Тебя воспринимают как клоуна, да, как вот этот вот персонаж, над которым Севка стебётся. Девочка для битья. Вот ты приехала, тебя отколошматили палками, отвели на тебе душеньку, контент напилили, бабок заработали и отправили обратно в твои недогарки. Поэтому, когда ты пытаешься показывать свою значимость на ютубе, выглядит это крайне и крайне комично. Ну и, конечно, по поводу того, что пишите и плохое, и хорошее. Надюха, ты уже определись, недавно топила, не пишите, пожалуйста, плохое. Теперь пишите, что хотите. Короче, очень непостоянная женщина. Ну и далее Надя рассказывает всем нам, ребята, как ей уже с недогарок обрывают люди телефон. Они прям так за ней соскучились, конкретно и глобально, и прям интересуются, когда же Надюха вернётся, да. Я вот так и представила, как конкретно все недогарки обрывают Надюхе телефон и спрашивают, Надя, когда же, когда же ты явишься к нам обратно? Мы же тревожимся и волнуемся за тебя. Надюха, ну не смеши ты, не смеши. Сколько времени ты проводишь у Севки на съёмках? Сколько времени ты проводишь у него на стримах? Ни разу никто из нас не наблюдал, чтобы тебе с этих самых недогарок хоть кто-то телефонировал и хоть кто-то интересовался вообще твоим житием, бытием. Ну и уже конкретно приехав на игрень, Надюха пытается шутить, стебаться, смеяться, веселиться по поводу того, что а вы не ждали нас, а мы припёрлись. А Надюха, в твоём случае это не выглядит как шутка, это выглядит как действительно кринж. Потому что действительно по факту это так и есть. Тебя никто не ждал, а ты припёрлась. Это суровая реальность, с которой сталкивается каждый из твоего окружения. То есть представьте, ребята, если она так донимает Севку своими приездами, то что говорить за других людей, которые её окружают? Надя это тот гость, которого пригласил на вечер, а осталась навсегда. Ну и конечно уже зайдя в сам дом, Надюха щимится прямиком на кухоньку. На кухоньку, то есть не куда-то в гостиную, не туда, куда её приглашают гости, а пришла, упёрлась, плюхнулась на стульчик и сидит, ждёт. Вот. Ну и тут же погнала орудовать вилкой по всем банкам и рассказывать, где какие грибочки. Не забывая при этом их с этой самой банки и вкушать. Для меня, ребята, это была полнейшая дичь. Блин, ты женщина, попроси блюдце, попроси тарелку. Ты же тем более ешь на камеру, у неё себя дома. Но проявляет и какую-то элементарную цивилизованность, какую-то элементарную образованность. Ребята, опять-таки, это человек, который позиционирует себя как повар с 40-летним стажем. И в любом случае, обучаясь даже в каком-то там, я не знаю, техникуме, училище, ну в общем, да, получая образование поварское, тебя учили при этом. Сервировки, подачи, каким-то правилам этикета, поведение за столом и так далее. Где это всё? Смотришь на это нелепое создание и не перестаешь просто действительно удивляться. Ну а сдабривает Надюха это всё, как всегда, вот этим ручным протиранием своего рта. Рядом лежат салфетки. Да блин, ну будь ты нормальной женщиной. Ну, ребята, смотришь и просто поражаешься раз за разом. Малёха рукой протёрла, обтёрла и полный порядочек. Ну и дальше перешли к тому, как Надюха любит нахваливать мужчин, которые готовят. И вот обратила внимание, мужиков она хвалит. Какие они молодцы, какие они блюда готовят, как там грибы маринуют, солят, консервируют, неважно. Но заметьте, ни одну женщину Надюха никогда не хвалит. Конкурентки, значит, они для неё конкретные. Я ни разу не видела, чтобы она похвалила Зину, чтобы она похвалила как-то Марынку. Вот засрать, это я видела, а вот похвалить нет. Ну и дальше перейдём к очередной проявлению простоты у Нади. Это, конечно же, Коленька сделает для Наденьки баныш. Ребята, это занавес, просто тушите свет. Нахрена такие гости, которые ещё приезжают и создают тебе геморрой, головную боль. Вот этим вот приготовь не то, приготовь не это. Ты, повар, подорви опу и приготовь себе баныш. И остальных людей этим банышам самым накорми. И даже когда Коки пытался съезжать, что, мол, так-то и так-то нет у нас кукурузной крупы, Надюха точно быстро самоорганизовалась и объяснила, что крупу можно купить в магазине. Надюха, так ты и слетай пулечкой в магазин, купи эту самую крупу и другие ингредиенты, которые нужны для баныша. Зачем же стала проблема? И вот это вот, ребята, знаете, сисюканье зрелой женщины, вот это Колюся, Самвельчик, сделайте мне на прощание этот баныш. Ну, фу, выглядит омерзительно. Зачем вот это ты вечно эти зайчики? Ну, будь ты нормальным, адекватным человеком. Хотя, да, кому я это говорю? Где Надя и где адекватные люди? Ну, и вот это постоянное бесконечное полролика о том, что на прощание, на прощание, на прощание. Я вас прошу, умоляйте ее уже кто-нибудь остаться, уговаривайте, умоляйте, ублажайте. Ну, сколько это можно бесконечно слушать? Второй момент, сделайте на прощание. Надюха, а надолго ли будет на самом деле прощание с тобой? Зная тебя, я думаю, максимум несколько недель, и ты припрешься быстрехонько обратно. Поэтому с твоих уст, это как стеб какой-то звучит, на прощание с тобой не распрощаешься просто никогда. Да, это действительно надо менять место дислокации, место прописки, место жительства и куда-то просто бежать, и чтоб Надька не знала координат. Только тогда от нее можно наконец-то избавиться. Ну, и здесь Надюха не удержалась и перешла все-таки к критике. В этот раз под Надину критику повара с 40-летним стажем попал папе Эндрю. Не такую кутю он приготовил. И давай, Надюха, рассказывать, наваливать, какая же кутя должна быть. Надюха, может, вы киевский торт видели, твои беляши, твои растрепки, и сколько раз у тебя ни хрена не получилось. И это у повара с 40-летним стажем. И ты не языком делай бла-бла, а встань и переготовь эту кутю. И покажи, как она должна выглядеть, и как правильно ее готовить, а не сиди, да, и давай вот эти ненужные, непрошенные советы. В моем понимании, советы уместны там, где тебя о них спрашивают, интересуются твоим мнением. Ты же, да, для них, это реально, ну вот что-то ниже плинтуса. Твоего мнения и твоего совета никто не спрашивал. Поэтому, коль не спрашивают, нужно иметь такт и воспитание, не открывать свою хайлу, умнее будешь выглядеть. Ну и дальше, ребята, Надя, конечно, всем нам пояснила, что уезжать в свои недогарки не из-за комментариев, а потому что очень соскучилась за родным домом. А я верю, вот я глядя на Надю, вижу, как она прямо ломится в недогарке и как она хочет уезжать с Днепра. Ну и дальше Надюху все-таки пригласили к столу. Коки разогрел борщ, и Надюха возмущается, не надо мне, мол, столько борща, я столько не съем. Она теперь, ребята, резко превратилась в малоежку. Тем временем, наминает хлеб с тарелки, причем, собственно, опять-таки, вот это действие, да, ты его отломала, кусок, часть этого хлеба оставила в хлебнице. Ну, короче, ребята, мерзкое какое-то зрелище для Надюхи, и это сойдет. Ну и как Надя подытожила, если не доем я, съест чарлик. Это охренеть, вот это благодарочка от гостя. А ты поинтересовалась, могут ли люди себе позволить кормить борщом конкретно собаку? А может быть, нет, может быть, они на что-то рассчитывали, тебя угостили, будь добра, или изначально откажись, если ты не голодная, скажи, что я не голодная, я бы выпила там чашечку кофе. Либо, если уже села за стол, так жри, как нормальный, образованный, цивилизованный человек, а не вот эти ломания, я малоежка. Да, я видела, как Надя печенюшки заглатывает, и какая она на самом деле малоежка. Ну и далее, ребята, уже, конечно, Надюха отправляется во своясь и обратно в Кокину квартиру. И здесь, как выясняется, Надюха шантажирует людей, с кем общается, в личке, по поводу того, что если у нее не будет денег на поездку к Севке, она повесится. И здесь Надюха застали ее прям врасплох, видно, что она не готова и не знает, что ответить. И начинает, конечно, съезжать с тем, что это неправда. Но Севка продолжает ее стебать на эту тему и утверждать, что у него есть неопровержимое доказательство того, что это правда на самом деле. Ну, ребята, если на самом деле это правда, то эта тетя еще хуже, чем я могла о ней представить. Это действительно какая-то ходячая маньячела, которая любыми способами доберется к выбранной жертве. Ну и, конечно, чтобы сдобрить, так сказать, и вызвать у нас доверие, Надюха, как всегда, это все обыграло очередными клятвами. Я вообще не понимаю, что это за прикол и за принцип жизни постоянно клясться, чтобы доказать, что ты говоришь правду. Ну вот, ребята, я, например, с таким, честно говоря, никогда не встречалась. Я не видела, чтобы люди, с которыми, например, я соприкасаюсь, не обязательно даже мои друзья, а вот даже просто какой-то диалог на улице с кем-то, чтобы люди клялись, доказывая свою правоту и убеждая с помощью клятв в этой правоте. И лишний раз убеждаю, что Надюхе действительно поклясться – это как больному человеку с горы скатиться, это цитата Севки. А на самом деле это так и есть. То есть для нее поклясться – это ни о чем, поэтому она не чувствует ценности этой клятвы. Она врет, клянется, правду говорит, клянется, и уже перестаешь это воспринимать, как что-то такое, да, что действительно человек говорит правду. И клятва является подтверждением этой самой клятвы. Ну и дальше Надюха рассказала всем нам, что уже никак не обращает внимания на то, что Севка постоянно ее снимает и постоянно включен в телефон. Надюха, а тебе самой нравится такая дружба? Согласись, как прикольно. Тебя постоянно на чем-то подлавливают, чем-то уличают. Застают какой-то расплох, застают тебя вруще. И это вываливают на Ютуб действительно классная и крутая дружба, которой можно позавидовать. Ну и очередные жалобы Надюхе. Она нам всем рассказывает, ребята, что похудела до таких вот вообще масштабов, что Коки купил ей свитер 60-го размера, а он на Надюхе болтается. Худая худышечка, прям стройняшка теперь надежда. Ну и дальше перешли, ребята, к очередному подлизу, прогибу в сторону Севки и зрителей. Как выяснилось, все недогарки, ребята, просто молятся на Самвела. Они его возносят, они видят какая-то сила, какая это моща. И думаю, охренеть. Уже надо недогарки, я не знаю, Самвелки на село переименовать. Ну как-то так. Но если все недогарки вообще его настолько вознесли и понимают, что же он сделал для Нади. И я так понимаю, ребята, Надя настолько весомая и значимая персона недогарок, что это, знаете, вот как знаменитых личностей, которые где-то проживали. В Википедии пишут, да, кто там проживал в каком-то селе. Вот так и за Надю скоро будут говорить, что в недогарках жила легенда. И, конечно, благодаря Севке, вернее, благодаря Надьке, у Севки есть такой там, ребята, конкретный авторитет, что все недогарки замирают. Я так понимаю, что вот они, Севка туда приехал, и все недогарки сбежали, чтобы хотя бы прикоснуться к этой легенде, к этому сильнейшему человеку, на которого они чуть ли не молятся. Надя называется «Звезди, звезди, но не зазвездывайся». Ребята, ну кто реально объективно в это может поверить, что реально там все на него чуть ли не молятся и крестятся, какой же это человек. И что самое интересное, зачем так врать, зачем так вот подло подставлять даже своих, да, односельчан, превознося вот так вот Севку. Ты привыкла прогибаться, привыкла подлизывать ему, так ты этим и занимайся. Причем здесь остальные люди. И, кстати, мне интересно, а сами недогарки или недогарки знают, насколько они вообще любят и уважают Самвела? Ну и дальше перешли к тому, как Надюха перешла, начала хвалить Гарвис, переключилась, перешла на тему Гарвиса. Какой там персонал, как они к ней относились и ее воспринимали. Надюха, так за твое бабло понятно, вернее не за твое, а за бабло зрителей. И не так к тебе там относиться будут. Клиника все-таки частная и клиника все-таки платная. Ну и, ребята, очередное решение Нади, все-таки она приняла для себя нелегкое решение замуж не выходить. Надюха, ну я думаю, если бы у тебя был потенциальный жених или тебя реально туда звали, то ты бы уже была быстрехонько там. Ты просто скажи, что, возможно, чувак передумал, может быть, потерялся с горизонта, может быть, даже не нарисовывался на этом горизонте. Потому что, конечно же, Надюха решила жить в одиночестве. Я, глядя на нее, так и верю, что именно так, конечно же, все и происходит. Ну и дальше перешли к воспоминаниям о том, какие хорошие Татьяна и, по-моему, не помню, блин, как имя, Виталик, по поводу того, какие-то хорошие люди. И Надюха, ребята, тоже согласна с Севкой, люди очень хорошие. Она сделала такие выводы, потому что они хвалили ее беляши. Они попробовали, сказали, что беляши зачетные, а раз они похвалили, Надя знает на 100% какие-то замечательные люди, которые окружают Севку. Ну и дальше, как выяснилось, ребята, Севка, конечно же, никогда никого не обсирает и не обсирал, а говорит все как есть. Все конкретное. И Надюха тут же не остается в стороне и рассказывает, да, все по факту. Надюха, ну если все по факту, значит и про тебя все Севка говорит абсолютно по факту. И я начинаю верить во все то, что раньше я воспринимала, как просто степ издевательство над тобой. Поэтому, коль ты даже утверждаешь, что Севка говорит всегда по факту, делаем выводы, что все, что за тебя было озвучено, является настоящей правдой. Ну и, конечно, ребята, подытожим это все. Уже прибытием в квартиру Коки Надюхи. Вот это вот сунуло палки Севки в руки. И давай показывать и проявлять нам любовь к Сайгаку. И при этом Надя нам утверждает, так вот конкретно она нас убеждает, что к этому животному невозможно сыграть любовь. Она его поискреннему, по-настоящему полюбила и прикипела. А я, глядя на Надю, так и поверила. Я думаю, действительно, человек этот не способен врать, изворачиваться. Он не является двуличным. Сказала Надюха, что любит Сайгака. Конечно, она его любит. По-моему, она любые отходы с подсевки даже готова любить, если ей дадут такую команду. Потому что человек, который никогда не имел, не имеет и иметь своего мнения не будет. Дана команда любить Сайгака. И то, может, даже не дана, а Надюха просто рассчитывает на вот этой кобыле подъехать поближе к Севке. И, конечно, Надюха резко, моментально всех начинает любить. Вот такая интересная дамочка. Ну что ж, ребята, продолжение следует. Пока буду со всеми прощаться. Всем пока. До новых встреч.